ПИНК ФЛОЙД ТРИБЮТ ШОУ Почему такой выбор? Ну все очень просто, причем до банальности, это одна из моих любимых команд, и я знаком с творчеством этих гениев уже на протяжении больше 20 лет, поэтому выбор пал довольно просто. А упор будет все-таки на Бриконзе Волл или на все, что есть? Там собраны песни из альбомов начала 70-х до начала 90-х. А это интерпретация будет ваша? Мы на самом деле узкой командой, так называемая банда, как мы ее называем, нет, нет, речь идет о музыкантах, это гитаристы, бас-гитаристы, клавиши, барабаны. Мы сняли вот в точности, как оно было у ПИНК ФЛОЙД, но с новыми аранжировками для оркестра. И соединяешь это вместе, это совершенно новое звучание, не похоже ни на что. Но все-таки какая любимая композиция? Ну, я бы так сходу не сказал бы, наверное, потому что я в общем и целом воспринимаю само творчество этой группы, поэтому не могу разделить, что это нравится, а вот это не нравится. Слушайте, но это же уже не первый, далеко не первый концерт классики рока. Значит, он пользуется популярностью? Он пользуется популярностью, да. Да, да, но это все-таки действительно сейчас новомодно, потому что вроде веяние рок-музыки идет на протяжении уже нескольких десятков лет, и сейчас это не так может быть модно, как другие какие-то течения более современные. А вот что-то в такой современной обработке, это, наверное, имеет место быть. Как вообще прошло лето? Как встретились после лета? Как втягиваться в рабочий процесс, открывать новый сезон? Хочется ли или хочется отдыхать дальше? Удалось ли? Я не могу отвечать за других в этом случае, потому что у всех состояние, наверное, разное, но лично я нахожусь в перманентном состоянии работы, и мне всегда хочется продолжать делать то, что я задумываю гораздо раньше, потому что вот этот проект был задуман еще в прошлом году, и, конечно, всегда хочется приближать момент его реализации. И поэтому сейчас как раз тот самый случай, когда мы можем к этому очень плотно приступить. А вот на такой проект вообще от задумки до реализации непосредственно сколько, как правило, времени нужно на подготовку, чтобы от и до подключить, как говорится? Но дело в том, что задумка может возникать очень давно, да, а вот этот момент с челчка такого в голове, что все, вот теперь, наверное, мы готовы это сделать, это происходит гораздо позже. Я вообще, предположим, я подумал о том, что это можно сделать в прошлом году, возможно, даже и раньше, я уже не помню. А вот как мы все-таки решили это все делать по-настоящему, наверное, это был прямо вот июнь месяц, но, может быть, май, в мае были уже конкретные разговоры. То есть не так-то и много, по большому счету. Но силы затрачиваются колоссальные, потому что участвует около 50 человек в проекте. Это от оркестрового музыканта до аранжировщика, дирижера. Никогда нельзя забывать про наших светохудожников, светомастеров, людей, которые ставят нам звук, которые делают нам сценографию. Без них ни одно шоу, оно никогда не обходится. Это не только моя работа или работа моих артистов, это еще и работа и звукотехнической, и светотехнической команды, за что я им очень благодарен. Вот у меня вопрос, как у человека, любящего очень сильную музыку, и Pink Floyd тоже в частности, но далекого от процессов внутренних. Вот скажите, вы придумали, что хочу, да, Pink Floyd будет Pink Floyd. А дальше как? Так, мне нужна по-любому гитара, мне нужна пианино, мне нужен контрабас. Вот это как происходит? Это происходит очень просто, я же прекрасно понимаю, какое звучание мне нужно. Звучание того, что я хочу услышать, уже формируется в голове на момент создания задумки самой. То есть музыка играет уже? Она уже, да, в голове. Естественно, что нужно понимать, что мы берем оригинальный материал, который был написан совершенно для другого состава, и надо понимать, будет ли это звучать на этом составе или не будет. То есть это опять же момент аранжировки. И мне как дирижеру действительно нужно понимать, будет ли восприятие зрителям того, что мы будем делать на сцене, абсолютно адекватным, или это будет нагромождение огромного количества звуков и будет немножко все это испорчено. Поэтому выбор репертуара тоже очень важен. Ну и, конечно, вопрос вкуса. Если нету вкуса, то ничего не получится. Поэтому тут я отталкиваюсь, конечно, от того, что у меня есть внутри. Вот полсотни человек принимают участие в подготовке этого концерта. Все творческие, у всех свой взгляд, свое мировоззрение. С вами можно спорить? Вообще с вами удается спорить? И вообще спорят ли с вами? Высказывают ли они свое мнение? Или палочкой в глаз сразу. Дело в том, что спор и высказывание своего мнения совершенно разные вещи. Спор, он так таковой должен быть всегда адекватным. Мне нравится, когда люди спорят, потому что они спорят на момент создания этого проекта, они вовлечены в этот проект. Это уже хорошо. Значит, мне удалось их в этот проект затащить. Но существуют такие аргументы, которые для вас могут быть аргументами? Почему нет? Мы все люди, и очень важно многогранно смотреть на ту или иную вещь. Потому что я смотрю через свою какую-то призму, и было бы неплохо, если человек это видит совершенно с другой стороны. И может сказать, что вот здесь давайте попробуем вот так. Вот можно было бы сделать вот так. Мне очень нравится феноменальный просто подход наших гитаристов. Там того же Эдуарда Бургарта, известного югорского музыканта, Дмитрия Скосарева. Они практически ноту в ноту снимают фундаментальные творения Дэвида Гилмора, фронтмэна Pink Floyd. И для меня на первых репетициях, до сводных репетиций с оркестром, на первых репетициях с командой, для меня такой был положительный шок. Я не ожидал, что это может быть действительно вот так хорошо. Оригинальные аранжировки Василия Сердышева, нашего югорского композитора, пианиста. И нужно обязательно отметить, что то, что мы сейчас делаем, и то, что будет через неделю на главной сцене Югры, это впервые в России и, возможно, в мире. Во всяком случае, вот на такой состав, в таком репертуаре, и вот так, как оно будет выглядеть, такого точно и продукта, и лично я не слышал нижего никогда. Мы не будем открывать все полностью, да, завесу тайно предоткрывать. Где, когда, куда и как? Так, 9 и 10 сентября в 19 часов, большой зал концертно-театрального центра Югра Классик. Мы приглашаем вас, наши дорогие друзья, на открытие концертного сезона, где мы выступим с программой Pink Floyd Tribute Show. Приходите, будет здорово, ярко и интересно. Сергей, спасибо большое. Будем надеяться, что все пройдет так же феерично, как и все предыдущие ваши концерты. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, с гостем мы прощаемся, а с вами не прощаемся. Увидимся через несколько минут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!